Не так давно мы были в гостях у Дениса Шашкина. И мало того, что нас там кормили, поили, на речку возили, точнее по речке возили. Возили нас на водохранилище Цемлянское, а потом еще и возили по Дону, или по Дону, как правильно? По Дону. По Дону. И мало всего этого, Денис нам вручил еще и 4 бутылки вина и попросил сделать на них обзор. Так сказать, как бы это сформулировать, он сказал, что он патриот своего края, и ему интересен обзор на Цемлянские вина. И надеется, что они будут хорошими. Надежда не умирает. Я не очень разделяю его оптимизм. Мне кажется, дорогая линейка должна что-то хорошее показать. Да, вот я как раз это хотел сказать, потому что дорогие я не пробовал. У нас продаются только дешевые, и я пробовал только дешевые. Мне кажется, что вот что-то из этой линейки я пробовал, но я не уверен. Предлагаю начать с вина, которая стоит дешевле. Кстати, Денис их купил в местном алкомаркете, и ему там ковистка посоветовала взять именно вот эти, для знакомства с производителем. Вот эти бутылки, как я понял потом, на заводе посмотрел, в фирменном, стоят в районе 600. А вот эти... Слушай, вот это вот 1600 стоит. Там одна, по-моему, была за две, да? Нет, 1600. 1600? Вот это точно 1600, а вот это я не помню, по чём. Белое. Главное, чтобы хорошо было. Да, предлагаю начать с недорогой, относительно недорогой, 600 рублей. Сначальной, сначальной линейкой. Да, назовём это начальной линейкой. Итак, что это у нас? Вот что тут интересно, это белое вино, и оно 19-го года. То есть, это уже, ну, не девочка у нас совсем, а розлив. А розлив у нас в 21-м году. Это выдержанное. Значит, начинаем с того. 26-03-21. То есть, ему уже больше года. Причём, хорошо, больше года. И я, конечно, удивлён такому совету ковистки. Ну, видимо, надо было продать. Продавать-то тоже ж надо. Вот это бухтите, может, она крутая будет. Да, может быть. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Давай пока эти отодвинем. Я вот сюда их поставлю. Потом вот это следующее белое. Это уже у нас выдержано в бочках дубовых. Ну, почитаем, когда будем доставать. То есть, наливать. Да. Цемлянские вина. Цемлянское избранное. Нифига себе название. Цемлянское избранное. Здесь отборное, а тут избранное. Вино с защищённым географическим указанием Долина Дона. Олиготе Шардоне Ркацетели. Сухое белое. Урожай 19. Алкоголь 13-14. Белое вино 13-14. Слушай, круто. Круто. Фольга. Фольга. Тоже круто. Тоже круто. Жирная, да? Жирная. У меня аж руки жирные после неё. А вот пробка, смотри. По-моему, какая... Сейчас я достану. Сейчас я достану, конечно. Но что-то пробка мне уже доверие не внушает. Кстати, где там бокалы? Да, это как вот у дешёвой Массандры, например, или у ДКК вот такие пробки ужасные. С виноградиком. Ай, пока я ничего не скажу. Надо пробовать. А это нам. Пробуем. А вы тоже будете? Здрасте. Начинаем. А цвет бодрый. Смотри. Ну да. Цвет бледный. Лёгкая-лёгкая... Желтизна даже с зеленцой. Пузырьки, что ли, есть? Чуть-чуть. Нет, пузырьков нет. Ну да, такой с золотым атлетчиком. Ну слушай, а какие-то лохмутья плавают тут, честно. Видишь? Это, наверное, камень. Да? Просто взбаламутился. Слушай, ну запах мне нравится. Фруктики какие-то полезли. Маракуйя есть, нет? Или она у Дениса осталась? Ну, у Дениса осталась, я думаю. Маракуйя тут не слышу. Я слышу какие-то простые ароматы, типа яблоко. Зеленое яблоко, грэмми-смит. Да. Ну, может быть, груша тоже не совсем спелая. Знаешь, как говорите, Вильямс такой, которому надо полежать, которому можно убить. Шкурка от груш, я бы так сказал. Давайте колыхнём. Так появляется какой-то запах камней. Когда камушками стукаешь. Те самые камни, которые лежат на берегу землянского хранилища. И похоже на кораллы. Аромат неплохой. Непросаженное, не окисленное. Хорошее вино. Я удивлён, что оно бодрое. Но! Но! Давай вспомним. 600 рублей. Нет. Дороговато. Давай пробуй. От вкус проще. Тем аромат. Кислотность просажена. Оно плосковатое. В нём свежести, вот, видимо, уже нет. Есть железка. Что противно. Железка. Есть железка. На вкус это вот этот самый Грини Смит. Да, с железкой. Блин. Такие надежды были. Вот такой банальный яблочный вкус. Аромат лучше, в чём вкус. Чувствуешь, что в нём грязная тряпка есть на вкус. Что очень противно. Не облизывал. Не могу сказать. Попробуй на досуге. Если бы мне это налили и сказали, что это какое-то очень дешёвое вино. Рублей за 250. От Кубань вино. Из красного и белого. Если бы не сказали, что это акцы. И похолоднее его. Да, вот его охладить и стаканчиком запивать чашлык. А я бы сказала, почему акцы так испортятся? То есть, как бы пить это можно, но... Но дорого за его цену. За 250 рублей холодненьким, в жару. Нормально. Но 600-то не загнули, конечно. Да. И вот сейчас бы я его пить не хотел. Что-то нехорошее. Из моего детства, видимо. А, Калину. А, Калину. Ангелина очень не любит Калину. И поэтому у неё плохие ассоциации. Сколько лет отъездила и нормально всё было. А тут не любит. Я, по-моему, оптимистичнее всех воспринял это вино. Но я согласен. Это что-то очень дешёвое, очень банальное. И... За 250 рублей. 200. Не больше. 200 рублей. Ладно. 200. Вот акцы стоят 200 рублей в красного белого. Это вот акцы. Даже акцы, пожалуй, интереснее. Она более кислотная, более интересная. Всё-таки. Я акцы сейчас опустил, сравнив с этим вином. Нет, это мне не нравится. Ну, железка, да. Я не буду рот полоскать. Просто я не буду его дальше пить. Вготовку его. Там просто такая мимика. Я жалею, что нет камеры, не было её заснять. Да, вот. Надо развернуть одну. Ну, уже поздно. Просто мы-то сидим, беседуем. Я, конечно, глаза наблюдаю, как там полощат рот. И высовывает язык. Что-нибудь замаринуете? Недорогое красное. Ну, опять-таки, недорогое. 600 рублей. Именно красное я... Не, белое 600. А вот красное я не помню цены. То есть Денис их покупал сам. Он их нам принёс, как презент. А я потом в магазине завода смотрел цены. Вот, значит, белое 600. Вот этого красного на заводе то ли не было, то ли я не углядел. Да там просто глаза разбегаются, когда стоишь. Да. Короче, смотрим, что это у нас. Типа пытаюсь показывать в камеру, но в то же время не знаю, как она называется. И поэтому делаю так. Не дам, не дам. Цемлянский. Просто цемлянский. Сухое красное. Красностоп Золотовский. Слэш. Мерло. 19-й год. Пока что всё очень красиво звучит. Вино защищённого географического указания Долина Дона. 19-й год. Алкоголь 13-14. Это у них это, ну... Стандарт. Стандарт. И дата розлива. Дата розлива. 26.05.20. Термоусадка. То есть на белом. Наверное, подешевле, да. Видимо, это 600 рублей. С фольгой. А это, видимо, трошки подешевле. 550, да? Думаешь? И она вообще не снимается. Придётся, как лох, открывать вот так вот. Как все откроют. Нормальные люди. Да. И... А сниматься? С зубами. Ну... Где этот стопор? Тут же есть ножи. Точно. Действительно. Это же нож-сомелье. Там же есть ножи. Тебе же не сомелье, поэтому забываю всё время. Я уже сомелье в напармливе. Вообще, надо было это дать тебе открывать. Слушай, я первый открывал. Я сам вверх там. Да. Пробочка тоже такая маленькая. Пробочка, хватит, хватит, да. Сейчас насквозь пробьёшь её. Та же самая пробка. Уже видно, что та же самая. Ой, блесенькая. Прозрачная? Очень прозрачная. Контакт с мезгой был недолгим. А может, водянистая. Ну, слушай, 13-14% алкоголя не должно быть водянистым. Давай так, между нами поставим. Вообще прозрачная прозрачная. Чтобы лица не были закрыты. И есть лёгенькая кирпичность. Да, она такая вот красная прямо, вот совсем красная. И действительно, с краюшка, где вот самая бледная, есть уже коричневинка. Первая сладость в аромате. Сладость. Теперь появляется лёгенькая такая гуашь. Сладость, вот она какая-то персиково-абрикосовая. Что-то такое. Неожиданный вариант для красного вина. Лёгенькая персика. Интересно. Дальше что? Ну, какое-то клубничное варенье присутствует. Да, ну что там такие густые. И какой-то травянистый аромат. Молочная зрелость и фундук. Вот эта вот травянистость, по-моему, это оно. Похоже. Угу, да-да-да. Орешек. А когда колыхнёшь, появляется что-то терпкое. И аромат мне нравится. Ну да, пока ничего плохого нет в аромате. Вот ты прям так взболтал хорошо. Прям проаэрировал. Миксер может. Балон. Появляется терпкость такая, как бы... Вязкость такая, да? Типа, на что это похоже? Я слышу танины в аромате. Да-да, вот оно терпкое. Слышно, что аромат терпкий. Но я даже не знаю. Это ещё и не грибы, но на что это похоже? Какой-то намёк даже на подлесок, на что-то такое серьёзное тут есть. В этом аромате. Ну, намёк. Давай пробовать, слушай. Прям аромат мне нравится. А не чёток. Тонинчик. Ощущается. Но... Первое впечатление. А вот послевкусие уже кажется жидковатое. Оно терпкое. Оно... Ну, слушай, вот в этом что-то есть. Оно лучше, чем то, но всё равно какая-то такая жидковастость. Оно действительно кажется каким-то разбавленным, но слегка. Да, несложное вино – это уровень шато-матраса. Вот что-то такого. Простое? Такое съедобное, несложное вино. Простое, но качественное вино. Интересно, сколько оно стоит? Надо будет посмотреть. Если найду его цену... Слушай, мне очень нравится, написано «резерв». Я не разглядел. Очень бледно. Тут написано «резерв». Я не разглядел сразу. Какой же это резерв, если оно разлито... Свежак. Через полгода после урожая. Осенью сделали и весной разлили. Да, интересный резерв. Слово «красиво». Цырлянский. Слово «красивое». Не, ну это вино уже лучше, чем-то однозначно по качеству. Простое, хорошее вино – вот что-нибудь покушать, запить. Да. Не копаться в нем, а вот так вот выпить. Выпить венца. Да, именно выпить венца, именно запить как лету. Как говорится. Приятные танины. Кажется, чуть-чуть бы погуще бы оно и чуть ярче бы кислотность под накрутили. Итак, простые вина от... Как они называются? АО «Цемлянская»? Сейчас надо вот уточнить. А у нас фотография есть на фоне этой выиски «Цемлянского завода». ООО. Да, есть. Вина ООО «Цемлянская» оказывается можно пить. Ура! Ну, это мы пока не по всем можем так сказать. Ну, вот это красное. Кстати, и белое вполне съедобное. Со мной некоторые не согласны, но белое вполне съедобное. Ну, конечно, не за его сумму. Вообще не за его сумму. А красное как бы даже... Как бы даже... Красное приятное вино. А вот есть какая-нибудь кислота вот эта левая в составе? Под хороший ужин. Есть. Лимонная кислота. Лимонная кислота в составе есть. Нахрена? Не кислая получилась. Они посыпали. Ну, блин, можно с винной добавить. Ты даже сказал, что немножко кислотности не хватает. Я бы добавил кислотности. Да-да-да. То есть, представляешь, что они сделали вначале, да? Что они в итоге добивали это лимонной кислотой. Простое съедобное вино. Рублей до трехсот. Скажем, котлетку. Да, на запивку еды вполне можно брать. Похолоднее его сделать. Холодненький бокальчик. Подгоряченько. Ставпел. Ставпел. Щеледко. Что это будет лучше. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...